Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Печорский калейдоскоп» в студии Наталья Нагорнова. Смотрите в выпуске. Не расслабляйтесь, рано. Масочный режим еще не отменен. Сотрудники Печорского ОМВД провели рейд по торговым точкам и спортивным объектам города. Совсем не праздничный огонь. В День защитника Отечества в Приуральском сгорел частный дом, а в Печоре полыхало общежитие. Есть жертвы. Воспитанный кинологом и домашним котом немецкая овчарка Астин – пес, который служит в полиции. Мы провели эксперимент. Пес искал преступников в здании. Макарончики с колбаской или роллы с бургерами. Мы выяснили у печорских дошколят, что они любят больше. Нужно ли говорить о смерти? Это естественный процесс или до определенного времени запретная тема? Большой сюжет с заведующим палеотивным отделением – как уходить из жизни без боли и страданий. И светит, и греет. Как человечество докатилось от огня в пещере до галогенных лампочек, расскажут сотрудники музея. С медленным послаблением режима повышенной готовности люди стали понемногу расслабляться. Вакцинирование началось, на улице стоят морозы. Казалось бы, вирусу не пробиться и маски можно снять. Но нет, такого распоряжения еще не поступало. С медленным послаблением режима. Сотрудниками отдела МВД ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения масочного режима. По данным мероприятиям есть статья 20.6.1. Она направлена на то, что люди должны соблюдать масочный режим. При несоблюдении масочного режима на них составляется данный протокол. Напоминаем, что дело может дойти до суда. Там уже на усмотрение судьи нарушителю выписывается либо предупреждение, либо штраф. Размер штрафа на усмотрение суда. Мы можем провести вначале правобеседу. Если гражданин одевает спокойно маску, мы в принципе можем его отпустить. Данное мероприятие не блажь, придуманное самолично. Сотрудники руководствуются указом главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности от 15 марта 2020 года. Нарушения, к сожалению, регистрируются ежедневно. Нарушители встречаются чаще всего на объектах торговли, в торговых центрах, в общественных местах, более всего в магазинах. Указом главы Республики Коми номер 16 от 15 марта 2020 года на территории Республики Коми введен с 16 марта режим повышенной готовности. Данным указом предусмотрено, что граждане обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания, маски и иные подобные средства, перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего использования или такси, а также при нахождении в общественных местах, объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах. Гражданам при появлении первых признаков острой респираторной инфекции незамедлительно нужно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации и принять меры по соблюдению режима самоизоляции на дому. Юридическим жилицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на торговых объектах, перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом необходимо регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при выходах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет за собой привлечение к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Многие врачи и научные сотрудники говорят об эффективности ношения масок во время пандемии. К сожалению, не все жители Печорского района прибегают к данной мере профилактики. Некоторые считают, что если у них нет симптомов или нет подтвержденного диагноза коронавирус, то они полностью безопасны, но не задумываются, что могут быть бессимптомными носителями данного вируса. Сотрудниками Патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Печори ежедневно проводятся рейды по контролю за исполнением перечня противоэпидемиологических мероприятий на территории Печорского района. По состоянию, на 25 февраля текущего года сотрудниками ОМВД проведено около 100 рейдовых мероприятий. Из них на общественном транспорте более 40, объектах торговли более 30, а также на объектах общественного питания и социальных объектах. В ходе проведения данных мероприятий было выявлено около 200 нарушений административного законодательства. На общественном транспорте более 70, на объектах торговли более 100 и по одному на объектах общественного питания и социальных объектах. ОМВД России по городу Печори напоминает о необходимости применения средств индивидуальной защиты в общественных местах. Желает всем здоровья! Берегите себя и своих близких! Редактор субтитров А.Семкин В преддверии праздников опасность возникновения пожаров всегда возрастает. Так случилось и к 23 февраля. По данным, предоставленным Государственным пожарным надзором города Печоры, 22 числа в 23.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в селе Приуральском. Огнеборцы прибыли к месту вызова в час 36 23 февраля. На ликвидацию пожара в деревянном доме потребовалось чуть более 7 часов. Дом уничтожен огнем полностью. Сотрудниками ведомства спасен мужчина. Он пытался самостоятельно бороться с огнем и получил многочисленные термические ожоги. Сейчас госпитализирован. В тушении пожара участвовало 6 огнеборцев и 3 человека, состоящих в добровольной пожарной команде. Печору также не миновала печальная участь. 23 февраля в 18.22 поступило сообщение о пожаре, произошедшем в жилом доме по улице Социалистической, дом 12. Огнеборцы прибыли к месту пожара спустя 7 минут и в 20.53 пожар был полностью ликвидирован. Здесь не обошлось без летального исхода. Погибла женщина. Сотрудниками спасательного ведомства были спасены двое человек – младенец и мужчина. Они госпитализированы в Печорскую ЦРБ. Вы смотрите Печорский кальдоскоп. Эта маленькая хрупкая девушка начинала свою карьеру в патрульно-постовой службе. Но ее душа всегда лежала к кинологии и собакам. И поэтому, когда предложили попробовать себя в этой сфере деятельности, согласилась с огромной радостью. На днях Екатерина Попова официально стала младшим инспектором-кинологом Печорского ОМВД. Ее первая в жизни собака – немецкая овчарка Астин. Псу год и пять месяцев. Он тоже сотрудник полиции. Встретилась Катя с псом, когда ему исполнилось восемь месяцев. Мне дали взрослого, и я не знала, что с ним делать. Он был слишком крупный, а в квартире было немножко тяжело. А потом как-то контакт мы нашли, и теперь иногда собаку там посмотришь, он здесь полусловно уже понимает. Там просто там, если чем-то ты недоволен, просто там взглядом посмотришь, он понимает, что-то уже не так, что-то хозяйка уже не нравится. С ребенком, ты недоволен, что-то интонацией показываешь, что-то сделала не так. Они понимают, когда они делают все прекрасно, хорошо, соответственно, ты будешь радоваться. Когда ты радуешься, ты их хвалишь, ты поощряешь там, да, либо лакомством, либо там игрушкой всякой различной. Они понимают, что я сделала все хорошо, я молодец, умничка всяким. Ну вот так же, как ребенка, все то же самое. Они по интонации голоса понимают, то есть от интонации голоса очень многое зависит. Ты можешь похвалить тихо, спокойно, они не поймут. Но если ты покажешь эмоционально ярко, что ты действительно рад, счастлива, то есть они сразу понимают, что они сделали правду. Астин живет в квартире вместе со своим кинологом. Кстати, пса воспитывает не только Екатерина, но и ее кот Минкун. Они быстро сдружились, очень быстро, то есть как бы он котов у нас не обижает, он как-то их даже любит. И он споро боялся его. Он был маленький, он его боялся, потому что коту 4 года, он в принципе очень крупный, и он его боялся. А сейчас-то уже нет, сейчас-то он уже вместе игрался, но территория бывает копая. Если у него есть отдельная клетка огромная на полквартиры, если кот там спит, он боится заходить, прерывать его сроки. Я очень люблю животных, у меня дома есть кот Минкун, который я просто обожаю. Хотелось еще собаку, но хотелось только собаку, которая будет меня как-то направлять. В работе еще что-то идут, мне дают немцы, идут активного щенка, который везде и всюду. И я теперь поняла, что да, действительно кинология, да, как бы не тяжело не было, бывает с температурными условиями, как сегодня у нас 43 градуса, но это интересно. Ты не знаешь, что у тебя будет, тебя могут позвать любую точку, там Печорский проем, там город Печор, там, да, по адресу, по каким-то происшествиям. Ну это интересно, не знаю, это хочется, это, и когда тебе собака что-то раскрывает, помогает, и потом в дальнейшем, или сразу ты понимаешь, что собака раскрыла какое-то преступление, это кайф такой. Не передаваемые ощущения про то, что когда вот уже все забываешь, и про температуру, и про все что угодно, вот просто получаешь этого радость. Катя называет Астина очень смышленым парнем. Он обожает работать в полиции. Астин специализируется по общерозыскному профилю, ориентирован на поиск людей, раскрывает преступления по следу, находит определенные вещи. Вообще, общерозыскный профиль, он очень актуален тем, что потерявших очень много, обычно, где там, сами знаете, грибники, веете, бегают. Вот собаку, собака нужна по розыскному профилю, по розыскному, когда они ищут, находят либо вещи, либо некоторые вещи теряют, когда подозреваемый берет вещь, а потом боится, или как обычно подростки боятся, своруют что-нибудь, а потом бросают, укидают. То есть собака не может, в принципе, найти то, что уже украли. Мы провели эксперимент. Человек спрятался в здании под большими матами. Астин нашел за секунды. Пес, конечно, молодой, но у него уже есть очень хорошие результаты, а это значит, что с ним Катя будет отрабатывать все новые и новые методы работы. И работы на самом деле много было бы желаний. Из-за этого пока я полностью врывалась в работу кинологическую и пока о семье не думаю, в дальнейшем, может быть, все будет. К семье не готова совершенно. И пока живут именно такой деятельностью жизни. То есть в рядовых службах, не знаю, как кинологии, но в патрульно-постовой службе и обычно в кинологии через три года отправляют на Кавказскую Народную Республику, это Чечня, командировку на полугодовую, на которую тоже я направлена. Я очень хочу туда съездить. Если будут возможности кинологов меня направить туда, то я с удовольствием съездю на полугодовую службу в Чечне. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. Представить современный мир без люминесцентной лампочки практически невозможно, но так было не всегда. Печорский историко-краеведческий музей взялся рассказать ребятам об истории светительных приборов. И помогут нам в этом предметы старинные, которые хранятся в нашем музее. Когда-то на земле был первый человек, и у него ничего не было. Ему приходилось все делать своими руками. Добывать пищу, готовить ее, учиться шить одежду из шкур животных и добывать огонь. Как вы думаете, зачем огонь нужен человеку? Чтобы он спасал от холода. Правильно. А еще? Чтобы не было темно. Правильно, он дает свет. Спасал он еще и от темноты. Согласно музейно-образовательной программе, сотрудники музея ходят по дошкольным учреждениям и проводят экскурсию с передвижной выставкой. Мы совершим путешествие с древнейших времен до сегодняшнего дня в историю света. И я покажу ребятам предметы из музейных фондов. Некоторые из них в единственном экземпляре. Возможно, они увидят их вообще впервые. Конечно, ребятам показали и знакомые предметы. Свечи, лампы. Но упор все же на историю. Так, например, светец и лучина, которые использовались в коме-избах до начала 20 века. Некоторые предметы, они не рабочие. Но есть у нас картинки, по которым мы покажем, как освещали приборы. Большинство экспонатов представлены в единственном экземпляре. Потому как многие предметы старинного обихода находятся в личных коллекциях. Но все то, что удалось добыть в экспедициях или получить в дар от неравнодушных людей, сотрудники музея с радостью показывают. Ребятам мы рассказываем, что он секретом. Открывается одна грань и внутри вставляется свеча. Такие фонари выносили во двор, например, чтобы пройти к животным. Чтобы пламя свечи не загасло при сквозняке, при дожде и при снеге. Вы смотрите Печорский кальдоскоп. Пицца и роллы, салаты и бургеры, пюре, борщи. Разнообразие блюд в наше время впечатляющее. А что же больше любят дети? Давайте узнаем. Больше всего кушать сердерей. Он вкусный. А еще? В нем много витаминов. А кроме сердерей, а что-то еще любишь? Да. Что? Я люблю борщ еще. А когда сама будешь большой, что будешь готовить? Борщ. Только борщ? И еще уху. А уха из чего делается? Уха делается и ест рыбу. Блинчики. С чем? С отгущенкой. Борщ. С сметаной. Рикадельки. Апельсины. Почему? Потому что. Мандарин. Еще. Банан. Фрукты, овощи, пирожные, мороженые. И вот это еще и что я пью. А какие фрукты ты любишь? Яблоко. Грущи. Огурец. Бананы. И вот все. Суп. Тесто. Квесты. И еще. И еще. Я буду есть. Пирожные, мороженые. И это все. Колбаса. Какая? Магазинная. А с чем ты любишь колбасу кушать? С майонезом. А хлеб? С кетчупом. Спагетти. Котлеты. Фрукты и овощи полезные. Вы смотрите Печарский калейдоскоп. А вы уже отчитались по полученным в прошлом году доходам? Если нет, наш следующий сюжет для вас. Декларацию 3НДФЛ граждане должны подавать самостоятельно. Она подается в случае получения доходов от продажи земли, имущества, транспорта, доходов от аренды, предпринимательских и иных доходов. Сдавать декларацию также должны нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. При этом налоговый орган предварительно не направляет уведомления. Это обязанность самого плательщика отчитаться по декларированию. Предоставить декларацию необходимо до 30 апреля 2021 года. Если этот день выпадает на выходной, то не позднее ближайшего рабочего дня. Если возникает налог к уплате, его необходимо оплатить до 15 июля 2021 года. Точно так же, если дата приходится на выходной или не рабочий день, то налог следует оплатить не позднее ближайшего рабочего дня. Независимо от суммы полученного дохода, плательщик обязан предоставлять декларацию. Она предоставляется в налоговую инспекцию по месту жительства. Это легко можно сделать через личный кабинет физического лица. С помощью личного кабинета физического лица там все просто, доступно. В принципе, при заполнении вопросов не должно возникнуть, но если они возникают, всегда можно обратиться в налоговую службу, позвонить, и инспектора по заполнению проконсультируют по пунктам. Точно так же можно заполнить декларацию на сайте ФНС с помощью удобной программы, распечатать ее, представить в налоговый орган лично, отправить по почте или сдать через МФЦ. Если по истечению срока не сдать декларацию, налоговая выставит требования о ее предоставлении. Если и после этого отчета нет, последуют штрафы и пени. За несвоевременность у нас идет 119 статья, это штраф в размере 1000 рублей, но на усмотрение руководителя налогового органа штрафные санкции у нас снижаются. То есть смягчающие обстоятельства всегда в пользу плательщика делаются. Также применена новая форма декларации. Теперь в нее включено заявление о возврате излишне уплаченной суммы и расчет авансового платежа для индивидуальных предпринимателей. Сама структура не поменялась, она состоит из трех листов. Титульный лист, первый раздел, второй раздел, также из девяти приложений и трех расчетов к приложению. Срок до 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов. Для таких граждан есть возможность направить декларацию в любое время, в течение трех лет, по окончании года, в котором возникло право на этот вычет. Вы смотрите Печорский коленоскол! Уход из жизни. Мы долго решали, говорить ли на эту тему. С одной стороны, это естественный этап каждого. Никто, увы, смерти не избежит. А с другой, как-то не принято это обсуждать даже с самыми близкими людьми. Не приучены мы. Одно дело, если смерть человека наступает внезапно, авария, травма, убийство, к этому заранее не подготовишься. Другое дело, если у близкого человека или из-за болезни, или в силу возраста наступают финальные дни. Если знаешь, что отчет его жизни идет в обратном порядке. В Печорской ЦРБ есть палеоативное отделение. Оно, конечно, очень отличается от других отделений. Всем понятно, что здесь пациента не смогут полностью вылечить. Но могут поддержать, чтобы люди, насколько это возможно, смогли жить полноценно до самой смерти. Человек имеет право не только на достойную жизнь, но и на достойный уход из нее. Без боли, без страданий, в нормальных комфортных условиях. Палеоативная онкопатология может быть и у новорожденных, и у глубоких стариков. Инсульт, допустим, инсульт тяжелый. Но трахеостома, зондовое питание дома не справится. То есть требуется все равно медицинский уход. И исход, будем говорить, он как-то предрешен. То есть при хорошем уходе, и он может затянуться, допустим, на полгода. При плохом уходе, если дома родственники, дети и сыновья работают. Понятно, уход будет не такой. Это может закончиться временем ограниченным, месяц-два. Политивное отделение не для того, чтобы там как-то вылечить остаток жизни, чтобы провел даже не то, что как, а вот улучшить качество жизни. Обезболить, умыть. Чтобы был человек, грубо говоря, умирает чистый, не в одиночестве и безболенный. К логическому окончанию жизни каждый из нас приходит по-разному. Кто-то в окружении близких людей, которые готовы сами обеспечить качественный уход. А кто-то подходит к смерти один. Больные, кто-то капризничает, кто-то вроде как, ой, хоть я сейчас поживу. Грубо говоря, вот есть же у меня много еще из деревень, которые вот, не благоустроенное жилье нигде. Моется там раз в бане, там раз в неделю. А тут по мере, это раз в пять дней, это строго мытье, как обычно. А по мере необходимости, получается, может, даже два раза в день. Легче им все равно, как тогда? Конечно, да. То есть, одно дело лежать неухоженному, другое дело, ой, ты чистый. Так вот это. Но самое тяжелое для врача – молодые пациенты. Те, у кого еще и в жизни ничего самого важного и интересного не случилось. Кто вот только-только строил какие-то планы. А врач видит, никакие планы этого юноши или девушки не сбудутся. Ничего не будет. Самое-то самое страшное в любой онкологии, в любом профиле, лече, здравоохранение, в любую взять, любую терапию, область, либо терапию, либо хирургию, неврологию. В любом случае, даже вот эта и травма какая-то, молодой возраст, то есть, ну, не должно быть так. Молодые – нет. То есть, это все равно, это все равно тяжко как-то. И при условии, что, ну, одно успокаивает, что ты чем-то помог, чем-то облегчил. А облегчить последние дни или месяцы оказывается можно. И дело не в пресловутом стакане воды. Не каждому перед смертью, оказывается, и пить хочется. Врачи палеотивного отделения дарят своим пациентам возможность достойно закончить жизненный путь. Кто-то получает силы решить какие-то юридические дела, к примеру, оформить завещание или наследство. Получает время и силы, чтобы простить кого-то, самому попросить прощения и проститься с теми, кто дорог. В последнее время как-то вот уже чаще стали ближе к церкви вызывать, как называется там, не знаю, исповедоваться. Да, священнослужителей вызывать, то есть, просят. Есть родственники или даже сами. Можно, но отказа нет. Тут было, немножко тормознулись с этим, потому что с эпидобстановкой. Как-то это вот, ну, и то даже приходили, там, масочки, все. И все-таки мы действительно не привыкли говорить со своими близкими, которые уже в солидном возрасте или серьезно больны о их смерти. Вспомните, как реагировали, когда близкие начинают фразу, вот когда я умру, мы кричим, да ты всех нас переживешь, отмахиваемся, да не говори ерунды, ты никогда не умрешь. По словам заведующего палеоативным отделением, говорить об уходе с близкими нужно, если они этого хотят. Выслушайте, как он хочет, чтобы его проводили, кого пригласили, кого не звали, в чем он хочет быть похоронен и где. Да, разговор этот трудный, но он нужен не столько умирающему человеку, сколько вам, чтобы после ухода близкого вы были уверены, что сделали все так, как он хотел. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. Этих девчонок можно увидеть на всех городских мероприятиях. В красивой форме, белых сапожках и с барабанами. На этой неделе коллектив барабанщиц-мажоретки отметил свое десятилетие. 5 марта 2010 года в Печоре появился новый коллектив. Необычный. В его составе только девушки с барабанами. И в обиход вошло непривычное французское слово – мажоретки. Сначала руководителем был Васильев, потом была Оксана Видова руководителем коллектива. В какой-то период времени они были оба руководителями. А потом, когда коллектив передали Межпосредственному клубному объединению «Меридия», предложили мне его взять, попробовать. Ну и я согласилась. Необыкновенная работа с барабанами – это же все-таки что-то необычное, новое для меня, например. Было интересно, получится ли у меня, пойдут ли дети. И я думаю, мы же редко стали знать больше, чем было раньше. Нас стали приглашать на мероприятия. Мы стали постоянными участниками открытия официальных мероприятий. Спорт нас к себе приглашал. То есть, я думаю, у нас что-то получилось. Была возможность, что коллектив уже не будет существовать. Лежали прекрасные костюмы, замечательные барабаны. И спустя какое-то время заходит ко мне в кабинет Ирина Руслановна и говорит «Валентина Васильевна, а давайте я попробую». И она попробовала. Вы представляете, что она сотворила с Ирина Руслановна? Я очень горда, что Ирина Руслановна, обладая мужским, наверное, характером, это только мужчине, наверное, возможно это все преодолеть, самообразовываясь сама, искала сама пути решения, где сейчас ведь ни одно официальное мероприятие мы не представляем без наших прекрасных юных школьниц, которые пришли на помощь Ирине Руслановне, полюбили ее. И спасибо вам, девочки, огромное, что вы ходите с удовольствием. У нас, посмотрите, мажоретки все молодеют и молодеют, у нас уже малыши уже на подходе. Сейчас в коллективе 19 барабанщиц в двух возрастных группах. Основной состав – старшеклассницы. Но два года назад Ирина Руслановна попробовала пригласить в коллектив малышек от 6 лет. Потому что беда любого руководителя, когда дети вырастают, уезжают учиться в другие города. И нужно, чтобы смена была заранее подготовлена. Главное условие для всех желающих заниматься в этом коллективе – желание. И, конечно, чувство ритма. Чтобы научить его стучать, он должен сначала правильно уметь держать палочки, он должен правильно уметь одевать барабаны, элементарные. А потом мы учимся, научились держать палочки, и дальше начинаем учить простые, элементарные. Знаете, как раньше было – бей барабанщик, бей барабанщик, бей барабанщик, барабан. Вот такие маленькие упражнения, они расписаны, и дети из них начинают учиться. Со временем занятия, конечно, усложняются. Девчонки не просто стоят на сцене, выполняют определенные перестроения, комбинации. И, конечно, расширили свой репертуар. Если мы раньше придерживались только таких официальных, патриотических, как открытия мероприятий, то сейчас у нас есть в репертуаре роковые композиции, у нас есть композиции классических композиторов, таких как Вивальди, Бетховен. У нас есть детские песенки, дети маленькие барабанят песенку из «Красной шапочки», песенку «Мамонтенка о маме». То есть расширился репертуар немного, и получается интересно. Девчонкам это интересно. Это работа в коллективе, и мне очень нравится барабанить. Как сказали, приносит удовольствие. Очень нравится ходить, узнавать, играть что-то новое. Берем барабаны, на сцену идем, и там репетируем. Бывают сначала большие, потом вместе, а потом бывают маленькие. Потом-то мы, бывает, полтора часа, по два часа репетируем, чтобы все у нас получалось. Попадали в ритм и маршировали красиво. Я хожу сюда третий год. Это интересно? Да, очень. Почему? Мне… Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне просто притягивает это. Очень сильно нравится сюда ходить. Я люблю, в принципе, музыку. Я раньше хотела играть на каком-либо инструменте, но не знала, на какой… на каком. А потом меня сестра позвала, и получается, вот, теперь сюда хожу. Я научилась ходить и барабанить в одно время. Это бывает тяжело, бывает и нет. Я видела, как ходят на площади девочки, и подумала, что это интересно. Они, ну, такие красивые. Но я была маленькая, смотрела на них вот так вот. И думала, ну, может, тоже когда-нибудь. Вот. И как-то так случилось, что вместе с подругой сюда пришла, и уже третий год занимаюсь. Это сложно. Сложно. Потому что и руки, и ноги работают, и голова, и все. И ритм надо помнить. И шаги. Я занимаюсь в коллективе барабанчистом на жилетке, потому что преподает удивительный руководитель. Она всегда поддерживает в любой ситуации. Всегда можно обратиться к ней за поддержкой. Мне очень нравится заниматься в этом коллективе, потому что здесь работают оба полушария. То есть надо и руками делать все одинаково, и ногами, и двигаться. Из-за пандемии юбилейный концерт пришлось перенести на год. Но он состоялся. Причем это не просто концерт. У него душа вложена. Моя душа, душа детей. Мы очень много сил на него положили. Это трехчасовые, четырехчасовые занятия. Каждый день, начиная с 3-4 января мы здесь просто жили. Я думаю, что он будет хорошим концертом, добрым концертом, чистым, светлым. И потом очень переживают все. И мы надеемся, что все хорошо получится. А это были все новости на сегодня. Не забывайте телефон нашей редакции 3-50-24. Узнали новость? Звоните. Берегите себя.